здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала наше первых опять позволю себе обратиться к гостям зрителям поскольку последнее время там что-то меньше десяти процентов зрителей на канале с подпиской то есть тех которые живут в россии или беларуси надо красивых слов среди стран откуда подписчики откуда зрители на моем канал на мой канал приходят не на первом даже на втором месте беларусь вообще не в первой пятерки то есть зрителям с этих стран у меня как это никаких претензий по поводу подписки нет смотрят и большое им спасибо за это за их так сказать смелости в общем то будем так гражданскую нормальную правильную гражданскую позицию но зрители из сша израиля германии стран балтии украины манта на подписку на канале ничего не грозит а действительно больше людей будут скажем узнавать но смею надеяться взять на себя смелость нормальные позиции или нормальных комментариях тех или иных событий в принципе я давно восхищаюсь и это сейчас без иронии как построена российская пропаганда самых различных сферах то что там сейчас спецслужбы евросоюза и отдельных стран евро входящих составе с находят там российскую агентуру и прочее я сейчас не об этом и о том насколько биртуозно используются все буквально все возможности вот на том же youtube был период когда меня просто ну как бы на первой странице в моей ленте если хотите то есть то что мне показывали когда я заходил на страницу youtube со своего компьютера вот там был период у меня по нем как-то даже раз упоминал это меня просто заваливали каналами типа барахолка second-hand германии вот но и немецких фломарктах а немецких плашиных рынках да и не только собственно даже попадались какие-то каналы из днепра из киева ну вот знаете в условиях войны в украине чтобы кто-то в старом уме в украине вел вот такие каналы хватало на это времени силу и прочего ну как-то я в веру с трудом хотя может быть я плохо думаю в украинцах и слишком хорошо ну извините так то есть было это потом был период всяких различных врачей интернет докторов лечение всего начиная вот формы кала какой из них какая из них правильная какая нет какая хорошая там и дальше как уменьшить простату на общем не будут опять же весь этот бред перечислять то есть заваливала этим потом они как-то это и другое еще и третье ушло а сегодня открываю захожу на страничку значит вот на страницу ютуба и мне выдают какого-то сахаромата сахаромата но в общем какой-то имя не имя фамилия не фамилия название не название в общем какого-то деятеля который по его словам сейчас бурлугвае он историк и он значит собственно чем привлек этот ролик так водится заголовка заголовок значит монгольского их а не было было интересно совпадает в общем то с моим мнением надо же послушать что человек говорит оказывается довелось лишний раз убедиться в том что великий могучий русский язык это все великий могучий это точно в кавычках потому что смысл в этот заголовок он вкладывал совершенно другой нежели я и с порога он на нем там великий историк он сам себя практически так называет и самом начале с первых буквально минут он заявил что монгольского их не было его придумал поиски то ли историк то ли писатель ну в общем какой-то поляк пятнадцатом или шестнадцатом я еще на тот момент я еще подумал ну ладно ну собственно я не сомневаюсь что так называемого монголо татарского их на тех землях которые сейчас россия но по большей части россия что его там отродясь не было именно в том виде в котором нам рассказывали и кстати по этому поводу в самом начале когда я только открыл свой канал начал вещать на нем записывать видео самом начале у меня есть цикл значит видео как раз на эту тему я понимаю что нынешние зрители на три года назад на десятки сотни видео не не пойдут искать тем более не знаю что искать поэтому ссылки на эти видео я оставлю в описании к этому ролику кому будет интересно милости прошу но хвалить ругать просто комментировать соглашаться и не соглашаться можно в комментариях под этим видео можно под теме я в случае мне кажется youtube сообщить я обязательно на комментарии отвечу так вот этот вот сапрамат саврамат значит в общем то вся суть того что он сказал сводилась к тому не то чтобы не было во первых у него без разницы монголы или татар один раз говорю монголы один раз татары но это как в российских вариантах википедии древнерусские он же старославянский он же древнебелорусские ну и так далее в этом же дуть так вот не то чтобы его не было она была на это не было их это по словам данного автора был вот 200 300 летний период самой хорошей жизни русского крестьянина поскольку монголы скажем малость к ногтю прижимали всех этих русских князей и особенно саму московию кстати у него вот разница русские московия но правда не в том контексте в котором это все-таки наверное было так вот это был самый хороший период в истории русского крестьянства вот и крестьяне в то время жили очень очень хорошо то есть и при этом автор говорит что мы все нормальные историки уже давно это скажем и среди нормальных историков и среди адекватных вообще людей что ну вот слова их а вот угнетение там и прочее но его не было в помине то есть это было очень если кого и малость угнетали гнобили то это именно московию а потом когда их набить перестали вот она стала подгребать под себя эти вот российские русские извините русские города и весе и в итоге надо понимать создавая империю нынешнюю прочее то есть я не буду пытаться или стараться или отнимать ваше время пересказывать то что я говорил в тех роликах ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео единственное тогда я их записывал еще до соответственно начала полномасштабной войны в украине полномасштабной агрессии россии поэтому сейчас к этому могу лишь добавить следующее по поводу опять же монголо татарского их то что никогда в истории как признают сами эти историки ни одни кочевые народы не создавали империи а это вот единственная и самая большая в истории 1 ладно оставим это так сказать на их совести точно так же на их совести оставим это что в принципе насколько можно судить и это в общем-то нормально кочевые народы всегда традиционно находились на более низком ступени развития что ли чем оседовали ну потому что ничего гоним стада лошадей овец коз ну коров вряд ли это другая история с места на место переходим в общем-то шатры юрты есть этим и живем какие упряжи нужны ну так либо сами делаем либо где-то кого-нибудь конца пошлем какой-нибудь близлежащий город деревню где есть мастера и они нам сделают больше нам ничего собственно не надо упряжь все два ну там хайта домашнего да так можно и самим слепить это тоже как говорится не берем это в расчет я сейчас в свете полномасштабные войны в украине о другом сейчас 21 век нет ни 12 не 13 не даже 18 и для того чтобы ту часть территории украины которую с 2014 аннексировала захватила россия для того чтобы ее удерживать в поимновении там нужно держать войска и двух-трех коллег нам в истории рассказывали что был там ханский баскак или как его там называли он сидел в городе все перед ним на задних лапках и виляли хвостиками ну правда в каких-то городах иногда его и двух-трех его подручных вырезали и потом как бы типа типа восставали потом проходили татары наверное по телефону сообщали какие-то тоже были типа как николаевская подполье в украине российской якобы ну так там сообщали значит вставку и те приезжали и наказывали этих вот отступников то есть если сейчас я не спорю с этим в общем-то с подобным утверждением не ни один разумный человек в украине да и не только спорить тоже не будет что и ватникова пророссийски настроенных украине про беларусь и вообще сейчас не говорю в этом контексте хватает то есть какая-то их часть рада приходу и с удовольствием живет так сказать под пятой этих оккупантов но все остальные уберите вы с крыма с остальных украинских городов российских одну из тех которые еще города не те которые стерты с лица земли благодаря россиянам не путину россиянам смысле путину тоже но не только путина так вот из тех где ищут теплица жизнь уберите российских солдат и потом расскажите мне кто из них заплачет и начнет кричать что верните мы хотим жить в россии так это вот при нынешних всех как это при информационной такой обработки прочее а какая информационная обработка какая пропаганда в ее нынешнем так сказать виде могла быть в одиннадцатом двенадцатом тринадцатом да никакой глашатые там на площади приключал кто слышал кто не слышал те кто не слышали им рассказали те кто слышали соответственно половину переврали пока дошло до самого последнего горожанина или селянина там уже с точностью да наоборот то есть нужны были гарнизоны откуда у монгола татар или как в данном случае этот вот запромат говорит у монголов за тысячи километров от европы откуда у них могли быть силы и средства на содержание вот 5 таких вот охлупационных так сказать гарнизон насколько мне осталось сколько оставили ну в тысячном городке оставили 50 человек допустим ну держать держали они какое-то время скажем было тихо и спокойно потом в одночасье этой тысячи сказали пошли ровненько полусотни этих вырезали и забыли и про монголы про татар и вообще про их покупаться то есть это к слову том было ли она вообще не не само слово их а само событие то есть по моему глубокому убеждению у всех так извините но это вот это хвост хвост принадлежит коту который иногда приходит то ли послушать что хозяин говорит то ли помочь в записи этого видео сейчас будет ко мне либо рядом ложится либо щемится на руки так вот то есть самого факта его этого монгола татар то есть про татар еще раз повторюсь крымские татары казанске астраханское ханство было там это совсем другая история вот эта вся золотая орда во главе с ченгизханом и его сыновьями и внуками но попадалось не когда-то так сказать история о том что когда советском союзе уже по моему советском союзе на советском союзе придумали вот это монголо татарской и говорю щенгизханом монголии просто были все в восторге потому что до этого у них ничего ну кроме там этого сухобатора революционеры якобы на коне ничего такого чем можно было привлечь туристов не было тут вдруг 6 и такой подарочек из африки в смысле из москвы ченгизхан неизвестно где его могила сокровища еще должны быть на общем сказка они они подарят просто о другом и мечтать не приходится так что еще раз рекомендую тем кто может и кому это не противно подписаться все-таки на мой канал и посмотреть вот эти видео и высказать о них свое мнение оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь